Видно от лица торгового представительства Российской Федерации во Французской Республике мы рады приветствовать всех наших участников нашего первого франко-российского форума по искусственному интеллекту. Не буду долго рассказывать, насколько для нас это важно, значимо. Понятно, что есть традиционные отрасли, такие как аэрокосмос, атомная промышленность, сельское хозяйство, но технологическая кооперация и в том числе искусственный интеллект для нас являются большим приоритетом. Скоро будет два года, как я возглавляю торговое представительство, и на протяжении этого времени мы систематически встречались с такой потребностью организовать какое-то совместное мероприятие. Поэтому это очень важно, еще расскажу. И перед тем, как передать слово, хотел бы еще очень высказать признательность нашему профильному Министерству экономического развития, который у нас отвечает институционально за искусственный интеллект. Для нас это очень важно, что поддержали нашу инициативу и передать слово Оксане Валерьевне Тарасенко. Оксана Валерьевна, пожалуйста, спасибо. Да, добрый день, уважаемые гости мероприятия, дамы и господа, от лица Минэкономразвития, позвольте поприветствовать вас на форуме по искусственному интеллекту. Хочу также поблагодарить французских коллег. Нас давно связывает теплое сотрудничество. Наши страны неоднократно проводили встречи на высшем уровне, обменивались опытом и подтверждали ценность такого партнерства. Инновационная повестка в том числе не оставалась в стороне. Я очень рада, как куратор искусственного интеллекта здесь, в Министерстве экономического развития, что сегодняшний форум будет отдельно посвящен такой динамично развивающейся технологии, как искусственный интеллект. Наша страна, как и многие другие, находится в начале пути повсеместного внедрения технологии искусственного интеллекта. И мы для себя ставим такую амбициозную цель в 2030 году достигнуть того, чтобы технологии искусственного интеллекта использовались во всем, при решении любых задач, как в государственном сегменте, так и в бизнесе. И для достижения этой цели правительством Российской Федерации началась реализация федерального проекта «Искусственный интеллект». Мы его приняли в конце прошлого года. Он разработан как основной инструмент реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденный президентом Российской Федерации в 2019 году. Этот проект довольно уникальный. У нас развернута широкая карта мероприятий, начиная от поддержки стартапов и передовых исследований, заканчивая повсеместным внедрением и построением эффективного и стимулирующего регулирования системы искусственного интеллекта, включая в том числе создание экспериментальных правовых режимов. И пандемия сейчас показала, что у нас есть довольно такие прогрессивные отрасли, где искусственный интеллект уже готов к внедрению как-то здравоохранения, транспортная инфраструктура. И по всем направлениям мы готовы к сотрудничеству, обмену лучшими практиками. Искусственный интеллект — это новый вызов для всех нас. И важно не забывать, что в центре развития такой технологии всегда должен оставаться человек, его безопасность. При этом мы все понимаем, что, конечно, регулирование, этические нормы все равно не должны быть перегружены для того, чтобы искусственный интеллект, все направления, скажем так, гармонично развивались. Наша сторона особенно приветствует сотрудничество по вопросам развития науки и технологий, выработки подходов к формированию стандартов, а также практического использования технологий искусственного интеллекта. Уверена, что нашим компаниям есть что предложить на рынке искусственного интеллекта, и я уверена, что нам есть совместно чем обменяться. Уверена, что сегодняшний форум принесет множество новых полезных идей и даст толчок развитию новых проектов в области новейших технологий. Желаю всем участникам мероприятия, конструктивных дискуссий, плодотворной работы. Надеемся, что мы будем чаще проводить совместные мероприятия, и надеемся, что рано или поздно мы перейдем в очную, скажем так, работу, что, конечно, гораздо приятнее. Спасибо большое. Удачи. Да, Оксана Владимировна, спасибо огромное. Мы от себя всегда вас ждем в гости, и я с удовольствием передаю слово Аркадию Владимировичу Дворковичу. Нам очень радостно видеть сегодня Сколково, и у нас очень большое сотрудничество именно с торговым представительством с фондом Сколково. Аркадий Владимирович, вам тогда слово. Спасибо огромное. Доброе утро, уважаемые коллеги. Оксана Валерьевна, спасибо за добрые слова. Спасибо нашим торговым представительству во Франции за организацию этого форума и, конечно, нашим французским коллегам, которые дали возможность обменяться мнениями на приоритетную для нас тему искусственного интеллекта, его применения во всех, как только что было сказано, сферах жизни, общественной деятельности, государственного управления и, конечно, самых критически важных для людей услуг, таких как медицина, образование, безопасность и другие. Сколково действительно занимается всеми этими вопросами, встроено в работу правительства, работу министерств, встроено в государственные программы и инициативы. И совсем недавно на площадке Организации объединенных наций, которая была организована Международным союзом электросвязи, мы представили свои лучшие разработки в сфере искусственного интеллекта, направленные на достижение глобальных целей тысячелетия, глобальных целей устойчивого развития. Это были разработки, которые прежде всего связаны с цифровой медициной, и они уже применялись в период пандемии для диагностики самых тяжелых заболеваний, в том числе рак и легких, ковида, заболеваний дыхательных путей. И они находятся на самом передовом мировом уровне, надеемся на их повсеместное внедрение. Я не говорю, что только российские технологии лучшие, но они точно уже в числе лучших в этой сфере. Другая сфера – это экология, технологии, связанные с обнаружением и ранним предупреждением опасных ситуаций, в том числе связанных с мировым океаном. Это технологии, которые связаны с кибербезопасностью, возможность сегодня отличить реального человека от дипфейка и, соответственно, защитить людей от мошенничества, от угроз, связанных с киберсферой. Мы готовы этими технологиями делиться, конечно, и продавать, но и вместе осуществлять исследования и разработки, связанные с появлением новых поколений соответствующих продуктов и услуг. Конечно, для нас одной из важнейших является и тема ESG. Это экология, социальная ответственность и ответственное корпоративное управление. И мы сегодня вместе с российскими компаниями этим активно занимаемся. Это полностью соответствует европейской повестке. Мы считаем, что наши компании здесь могут быть в числе лидеров в части внедрения соответствующих технологий. И многие из них основаны именно на применении искусственного интеллекта. Прежде всего, с целью минимизации воздействия на окружающую среду, на минимизацию опасных последствий для людей. Мы хотели бы, чтобы сотрудничество между нашими университетами вышло на новый уровень. У нас есть множество соглашений о партнерстве. Нужно определиться с фокусом, с тем, на что именно мы направим в ближайшее время ресурсы. И французские университеты здесь для нас являются очень близкими коллегами, близкими партнерами. И я хотел бы подтвердить, что в самое ближайшее время мы хотели бы провести обсуждение, какие проекты мы могли бы реализовать вместе. Один из таких проектов – это строительство в Сколково клинического центра Стратовского университета. И мы хотели бы, чтобы на этой площадке были созданы возможности для тестирования новейших технологий, связанных с искусственным интеллектом. Давайте уже на этой стадии, на стадии проектирования, включим это в наш проект. Еще раз всего самого доброго всем участникам форума. Надеюсь на очень интересную дискуссию. И здоровья вам, конечно. Спасибо. Ракон Владимирович, спасибо огромное. Тогда еще раз подтвержу, что мы всех ждем очно в гости. И как только позволят условия, я думаю, что у нас сегодня такая права пера. И это хорошие традиции. И мы будем регулярно проводить такие мероприятия. И я бы все-таки перешел к нашим французским коллегам и друзьям. И я с удовольствием хотел бы представить Jean-Pierre Маккарелли, мэр города Буйон и заместитель председателя городской общины Софии Антипоис. Jean-Pierre Маккарелли, вам слово. Спасибо огромное. . Ешко номер 3 Ешко номер 4 А да, 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 да. Ешко номер 4 Ешко номерите. Спасибо. Sophie Antipolis, en charge de Sophie Antipolis, et en tant que président de la fondation Sophie Antipolis, qui a été créée par Pierre Lafitte en même temps qu'il a créé la Technopole. Je pense que certains d'entre vous connaissent Sophie Antipolis. Sophie Antipolis, c'est, nous le pensons, une des plus importantes, sinon la plus importante Technopole d'Europe. Elle a fêté ses 50 ans l'année dernière. Elle regroupe un peu plus de 2200 entreprises et 38 000 emplois. Et surtout, elle a une particularité, ce que peu de gens connaissent, c'est qu'elle représente un chiffre d'affaires qui est supérieur à celui de l'ensemble du tourisme sur la Côte d'Azur. Alors qu'on connaît plutôt la Côte d'Azur comme une destination touristique. Peu de gens savent que Sophie Antipolis rapporte un chiffre d'affaires plus important que celui du tourisme, de la totalité du tourisme. Alors quelles sont les particularités de Sophie Antipolis ? D'abord, un parti pris écologique très marqué qui fait que depuis sa création, et malgré le million de mètres carrés que représentent tous les bâtiments de Sophie Antipolis, il y a toujours plus de 90% d'espaces verts réservés. Le Sophie Antipolis se situe au cœur de la Côte d'Azur et donc se caractérise par une très ancienne tradition d'internationalité. Les grands domaines d'expertise sont les biotech, les sciences de la Terre, et surtout, au départ, l'informatique, puis le numérique, et qui nous réunit aujourd'hui. Sophie Antipolis se caractérise aussi par une gouvernance très particulière qui regroupe de manière informelle à la fois les entreprises, les clubs d'entreprises, les chambres de commerce et d'industrie, l'université, l'État, l'agence de développement économique de la Côte d'Azur qui s'appelle Team Côte d'Azur, et la fondation Sophie Antipolis. Cette gouvernance très particulière se retrouve, d'ailleurs, dans ce qui a fait que la Côte d'Azur a été retenue comme un des quatre pôles d'intelligence artificielle, d'excellence d'intelligence artificielle en France, puisque Sophie Antipolis a été retenue en numéro 2 sur 4, grâce au fait, notamment, qu'il y a des liens très fréquents, très particuliers entre toutes ces communautés. Enfin, Sophie Antipolis se caractérise par un écosystème très fort, très vivace, qui fait que Sophia, d'abord, a su s'adapter à toutes les mutations technologiques. Donc, on est passé, je vous le disais tout à l'heure, de l'informatique au numérique. Tout s'est fait très naturellement en suivant les préoccupations des entreprises. Et cet écosystème a donné à notre territoire une résistance, une résilience très particulière et très forte, puisque jusqu'à cette année, nous étions en croissance d'emplois de 1 000 emplois par an, en croissance nette de 1 000 emplois par an. Et je crois que, malgré le Covid cette année, nous allons pouvoir afficher un solde d'emploi légèrement positif, ce qui ne sera certainement pas le cas dans beaucoup de régions du monde. Enfin, pour terminer, je voudrais profiter de cette occasion pour faire une annonce. Nous avons décidé de créer un challenge sur le modèle, pour ceux qui l'ont connu, des Galileo Masters. Nous allons créer un SOFIA, SOFIA comme IA, comme Intelligence Artificielle, Masters, avec la communauté d'agglomération de SOFIA Antipolis, bien sûr, avec le syndicat qui gère SOFIA Antipolis, et que j'ai l'honneur de présider, avec la Fondation SOFIA, et avec l'Institut Europia et la Maison de l'Intelligence Artificielle. Et là, Marc Hollandier en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Ce challenge sera organisé annuellement. Le prix sera remis lors du sommet de l'Intelligence Artificielle que nous organisons chaque année au mois de novembre. Et les prix auront pour objet de récompenser les créateurs de projets d'entreprise autour de l'Intelligence Artificielle. C'est exactement sur le même modèle que les Galileo Masters. Et je serai très heureux, et je profite de cette occasion, que la Russie soit notre premier partenaire, puisque c'est la première annonce que je fais à ce sujet. Voilà, je vous remercie. Bienvenue, et j'espère que vos échanges seront fructueux, et j'espère qu'ils feront l'objet d'un grand rendu, et dont je serai très heureux de disposer. Merci encore, et bienvenue à tous. Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci beaucoup. И нам очень приятно, что Трианон дал свой патронат. Артем Владимирович, вам слово. Спасибо. Да, спасибо, Михаил. Добрый день, коллеги. Можно как-то сделать, чтобы я не слышал перевод? Я, конечно, понимаю по-французски, но мне два раза себя, наверное, бессмысленно слышать. Так вот, мы все-таки ищем какие-то мостики, которые помимо традиционных культур, искусства, театра и того, что уже хорошо налажено и работает без всякой поддержки, чтобы связывало современное общество двух стран. Мне кажется, что тема искусственного интеллекта, вообще тема сотрудничества в области точных наук для России и Франции является своеобразным элементом дополнительного глобального позиционирования. Потому что и в России, и во Франции существует своеобразная претензия на великодержавность в хорошем смысле этого слова, на великодержавность в сфере науки. Но мы видим, что в сфере точных технологий, в сфере математики, в сфере искусственного интеллекта, как минимум в глазах общественного мнения доминирует англосаксонский мир. И последние три года у нас есть целый ряд проектов именно с французскими коллегами, когда мы пытаемся свести российских, французских математиков, специалистов, работающих в сфере бизнес-информатики. МГИМО, как не парадоксально, в последние годы это сделать достаточно просто. Потому что программы, которые реализуем совместно с российскими университетами, с техническими университетами, и здесь для нас главным партнером является МФТИ. И в частности у МГИМО есть два на настоящий момент работающих совместных предприятий с МФТИ. Это МБА-программа по цифровой экономике. И в этом году мы делаем уже третий набор на магистрскую программу по искусственному интеллекту. На самом деле было очень забавно слышать, когда один из высоких руководителей, наверное, плохо проинформированно, говорил, что через два года мы откроем первые программы по искусственному интеллекту. Так вот, первые программы магистрские по искусственному интеллекту, соответствующим образом аккредитованные, были открыты три года назад. И у МГИМО и МФТИ есть индустриальные партнеры. Прежде всего, это была российско-французская альянс, группа АДВ и французская информационная группа ХАВАС. И нашими партнерами дополнительно стали компании Microsoft и NVIDIA в целом ряде прикладных дисциплин. И мы на самом деле благодарны нашим коллегам из Софии Антипарис, потому что на первом этапе вот этот университет, который, может быть, не очень хорошо известен в России, он не так звучен. Хотя мы понимаем, что во Франции это тот университет, который, на самом деле, аналог уже однозначно удавшегося Сколкова. Он дал своеобразный пуш развитию технологий, развитию совершенно нового университетского сообщества во Франции 70-х, 80-х годов. София Антипарис появился как такой вот канал, который вобрал в себя, казалось, тогда разрушительную энергию вот этого молодого бунтующего поколения Франции рубежа 60-х, 70-х годов. И в результате этот бунт выявился в совершенно уникальное созидание. И вот Михаил и все коллеги, кто часто бывает или работает во Франции, на самом деле, даже посещение этого кампуса София Антипарис само по себе является очень важным элементом. Трианольский диалог действительно, как сказал Михаил, дал патронат этому нашей сегодняшней встрече, чему мы действительно очень рады. И, пользуясь этим, подобрали каких-то спикеров, которые, надеюсь, вам будут интересны, порекомендовали кого-то с российской, кого-то с французской страны. Но я хочу сказать о другом. К счастью, Трианольский диалог и его российский секретариат очень щедро по нынешним и самым простым временам поддерживаются российским государством. И этот год, а мы работаем по принципу, что каждый год у нас тематический. Прошлый год был год экологии, за прошлый год год просвещения образования. Три года назад, с чего мы начинали, это была тема умного города или города будущего. Так вот этот год, мы продолжаем тему экологии, потому что нам ее мешало обсуждать пандемия. Это год экологии, здравоохранения и науки. И, соответственно, у нас есть вот те средства, которые уже аллокированы на мероприятия этого года. Но в силу того, что заседание Координационного совета, это высший орган Трианольского диалога, в связи с тем, что во Франции все-таки график развития пандемии несколько иной, у нас не прошло этого заседания, соответственно, окончательного плана у нас не утверждено. И в этой ситуации я бы просто обратился к участникам сегодняшнего мероприятия, подумать о том, какие мероприятия, связанные с искусственным интеллектом, связанные с развитием образования в среднем свете точных наук и математики, Трианольский диалог мог бы поддержать или просто информационно осветить, или дать какие-то дополнительные элементы административной поддержки. Например, когда мы работаем с региональными вузами, МГИМО и Трианольский диалог уже три года помогают делать форум сибирского образования в Париже. Но вот мы здесь оказываемся в силу наших связей, наверное, каких-то умений достаточно полезными. Поэтому смысл моего уступления, что мы ищем дополнительные эмостики, которые связывают Россию и Францию. И, дорогие люди, еще раз подумайте, где мы можем быть полезны в поддержке ваших инициатив. Спасибо большое. Я рад быть сегодня с вами. Артем Владимирович, спасибо огромное. Мы обязательно подумаем, и у нас будет сегодня возможность заключительного слова. Поэтому я думаю, что мы какие-то промежуточные итоги в любом случае подведем и обязательно не забудем тоже об этом сказать. И заканчивая нашу приветственную речь, я бы очень хотел представить нашего последнего выступающего на приветственной речи. Это Матхе Галу, президент Университета Западной Британии. Матхе, пожалуйста. Спасибо. 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 Продолжение следует... Ça montre bien aussi que cette thématique est abordée de façon intensive un peu partout en France. Je voudrais juste, à travers quatre exemples, montrer à quel point la question de l'intelligence artificielle couvre toute la diversité des perspectives scientifiques avec une richesse et une diversité impressionnante, que ce soit sur le plan des sciences fondamentales ou que ce soit sur le plan des sciences appliquées. Je prendrai des exemples issus de ce qui se fait ici à l'Université de Bretagne occidentale, dans lequel, bien sûr, nous avons un axe de développement fort autour des sciences de la mer et de l'observation, notamment, des dynamiques océaniques. On dit parfois, alors que s'est posé sur Mars un nouveau dispositif récemment, que nous connaissons moins bien le fond des océans. Aujourd'hui, il est clair que par la capacité de traitement de données extrêmement massives, c'est bien la connaissance de l'océan profond, la connaissance des dynamiques et des interactions entre les courants, les tourbillons, depuis le fin fond de la mer jusqu'à nos côtes, qui est en jeu ici, avec tout ce que l'on peut imaginer comme important sur la connaissance du climat, des problématiques de réchauffement climatique, etc. Donc, c'est un premier exemple en matière d'observation physique et spatiale qui met en œuvre des ressources d'intelligence artificielle. Deuxième exemple, la santé, ça a déjà été abordé ici à Brest, notamment, nous travaillons de façon particulière la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le traitement du cancer, en particulier ici du cancer de la prostate, puisque les logiques de deep learning permettent aujourd'hui au traitement radiothérapeutique d'aller très loin dans la personnalisation du traitement, puisque par le biais de l'intelligence artificielle précise, on arrive à cibler véritablement les sources de la tumeur et donc à améliorer considérablement le traitement. Troisième objet que je voudrais évoquer là encore rapidement, la question de la gestion collective d'objets. Je pense bien évidemment à la question des drones et notamment à la gestion des essais de drones. Aujourd'hui, l'interaction entre ceux-ci doit être mise en œuvre par des logiques justement d'intelligence artificielle, de telle sorte qu'un nombre important de drones puissent se mouvoir et s'organiser ensemble sans qu'il soit nécessaire de procéder à une intervention humaine. Et c'est un point qui évidemment touche à des questions de sécurité qui sont bien sûr extrêmement aussi importantes aujourd'hui en termes de déploiement de ces dispositifs de drones, qu'ils soient terrestres, aériens ou marins d'ailleurs, pour ce qui concerne les recherches ici. Et puis un point aussi qui illustre l'importance du lien entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, je vais évoquer la question juridique puisque derrière toutes ces questions, il y a bien sûr celle de la responsabilité des actions d'intelligence artificielle. Là encore, je toucherai au domaine de la santé. On sait aujourd'hui que l'intelligence artificielle permet de mettre en œuvre de nombreuses procédures en matière d'aide à la décision médicale. Mais la question se pose, et c'est une question là aussi qui est abordée de front ici à Brest, la question se pose de savoir à qui revient la responsabilité dans le cas où justement cette aide à la décision emporte des conséquences en matière de traitement médical ou autre. C'est là aussi un point qui, je crois, constitue une des dimensions importantes autour des enjeux de l'intelligence artificielle en elle-même ou de l'application de l'intelligence artificielle à des décisions qui évidemment sont très importantes pour les individus et pour l'espèce humaine. Voilà, je ne voulais pas aller plus loin dans tout cela. J'ai remarqué dans le programme que la journée sera l'occasion d'un vaste panorama. Je voulais vous donner un avant-goût en regrettant bien sûr que nous ne puissions pas nous réunir aujourd'hui autrement que par Zoom et bien sûr en invitant celles et ceux d'entre vous qui seraient intéressés notamment par les thématiques que je viens d'aborder à venir en Bretagne, si vous le souhaitez, au sein de l'Université de Bretagne Occidentale. Donc je vous souhaite, bien sûr, pour conclure une excellente journée de discussion au sein de ce forum. Merci. 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 Je pense que vous avez des Minuten, comme pour le possible, vous en êtes-vous. Je pense que vous avez dit qu'il vous a très bien puissait. En effet. Vous avez dit que réguliaturique et en particulier en question des études étiques très importants dans l'intérêt de l'intelligence artificielle. Et nous a fait une session qui a fait une grande sessie, qui a partagé de la sessie, qui a partagé de la session, qui a partagé de la session, qui a partagé, qui a partagé de la session, qui a partagé. Искусственного интеллекта в государственном управлении и регулировании. Я с удовольствием хочу передать слово нашему модератору Алексею Праздничных. Алексей, слышите нас? Спасибо. Да, Михаил, добрый день. Большое спасибо за представление. Добрый день, уважаемые участники. Мне будет приятно модерировать сессию, посвященную такой интересной теме, как национальные стратегии в области искусственного интеллекта, искусственный интеллект в госуправлении и особенности регулирования искусственного интеллекта. Как уже говорили участники, ни для кого не секрет, что искусственный интеллект сейчас, наверное, одна из таких впечатляющих технологий, которая трансформирует отдельные отрасли. Сегодня уже говорилось, это и здравоохранение, это и промышленность, это и транспорт. Но также искусственный интеллект очень сильно влияет на государственный сектор, трансформирует, как государство оказывает государственные услуги, как осуществляется регулирование. И, казалось бы, даже в такой консервативной сфере, как судебная система, организация судебного процесса, искусственный интеллект, в общем, обещает очень сильно изменить ситуацию. Коллеги, второй очень важный момент – это международное сотрудничество. И, в общем, здесь я бы сказал, что у этого есть огромный потенциал. Например, на меня лично, ну, скажем, российско-французское сотрудничество оказало огромное влияние в плане моего профессионального развития. Когда я заканчивал на последних курсах МГТУ имени Баумана, была активная программа сотрудничества с ведущими французскими инженерными вузами, в частности, с Эколи Политехник, Эколи Централь-Дольон. И, в общем, сейчас вот уже на протяжении лет я понимаю, насколько это сотрудничество оказало сильное влияние на меня профессионально. Поэтому в этом смысле перспективы международного сотрудничества очень большие. И мы часто недооцениваем, какие впоследствии эффекты и новые возможности оно открывает. Итак, коллеги, сегодня у нас в рамках сессии подобрался уникальный состав, по сути дела, представителей, все, как принято говорить, ключевых групп интересов. Это и государство, это и парламентарии, представители общественности, это и такие начинающие амбициозные технологические чемпионы, которые бросают вызов крупным, скажем, цифровым международным гигантам. И также представители академического сектора и экспертного сектора. Поэтому, коллеги, я бы хотел открыть наше обсуждение и первое слово дать Рустаму Тихонову, директору департамента стратегического планирования Министерства экономического развития России. Рустам принимал самое активное участие в разработке стратегии и национальной федеральной программы. У нас это называется федеральный проект по развитию искусственного интеллекта. И, Рустам, в этой связи к вам два вопроса. Франция, как и Россия, в общем, были одними из первых стран в мире, которые осознали важность искусственного интеллекта и разработали стратегии, государственные документы развития искусственного интеллекта. И, соответственно, как вы видите, какие ключевые приоритеты, какие ключевые стратегические направления заложены в российской программе? И второй вопрос. Где вы видите возможности для развития международного сотрудничества между Россией и Францией в области искусственного интеллекта? Рустам, вы на связи? Да, к сожалению. Алексей, у нас небольшая накладка. Рустам мне вот сейчас написал, он у нас на параллельном мероприятии и чисто технически не сможет присоединиться. Мы эти вопросы ему адресуем и просто тогда будем ждать от него ответ. Я думаю, что либо в чат, либо мы обязательно к этому вернемся. А пока я бы предложил двигаться дальше. И, наверное, у нас следующий очень интересный спикер – это Мишель Лариф. И наверняка, Алексей, у вас к нему есть интересный вопрос. Спасибо огромное. Да, конечно. Я думаю, что как раз российская стратегия и федеральный проект – это открытый документ. Я не знаю, переведен ли он на французский язык, но мне кажется, основные положения могут быть переведены и представлены французским коллегам, чтобы они лучше понимали, где открываются новые возможности для рассотрудничества. Да, тогда я хотел представить Мишель Ларива, как я уже говорил, как раз представитель парламентариев. Он депутат Национального собрания Франции, вице-президент группы «Дружба Франция и Россия» и основатель группы по современным технологиям и науке при Межпарламентском союзе. В общем, искусственный интеллект – с одной стороны такая многообещающая технология, но с другой стороны последнее время идут очень такие активные дискуссии, в том числе по обсуждению различных рисков и различных аспектов влияния искусственного интеллекта на общество и экономику, включая трансформацию занятости, вопросы безопасности, вопросы этики. И в этой связи как раз мой вопрос к Мишелю. Мишель, как развивается эта дискуссия? Какие вы видите ключевые риски связанные с искусственным интеллектом, может быть, выходящие именно за рамки технологических аспектов? И, в общем, как идет дискуссия и какие первые выводы, первые идеи и первые рекомендации? Мишель, Валдар Майданов, Твёрт. Продолжение следует... 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 Autrement dit, le fait de questionner régulièrement de façon méthodique et délibérative les nouveaux objets que sont les algorithmes de l'intelligence artificielle. Les débats ont aussi permis de formuler six recommandations opérationnelles à destination des pouvoirs publics et de toutes les composantes de la société. Former à l'éthique tous les acteurs maillons de la chaîne algorithmique. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Tous ces travaux sont sur les points de déboucher sur des propositions législatives concrètes au niveau européen. Plusieurs résolutions ont déjà été adoptées au Parlement européen concernant l'intelligence artificielle. Elles visent à proposer un cadre éthique clair et à régler les questions comme par exemple celle de la responsabilité en cas de dommage causé par une intelligence artificielle. Ou de l'interprétation et de l'application du droit international au regard des applications militaires et civiles de l'intelligence artificielle. Pour finir, je suis convaincu que par le partage du potentiel scientifique humain, l'humanité peut s'acheminer vers une ère de paix. Ne pas l'entendre, c'est concevoir des déflagrations de très grande ampleur. Le progrès doit être au service des êtres humains, de tous les êtres humains, et non pas les êtres humains au service du progrès pour le profit de quelques-uns. Voilà, je vous remercie. Michel, большое спасибо за такой национальный, международный контекст, который сейчас существует для развития искусственного интеллекта. Мы с вами знаем, что часто реальные процессы происходят на уровне отдельных регионов, отдельных территорий, которые в том числе конкурируют между собой с точки зрения внедрения новых технологий, с точки зрения привлечения компаний. И как раз сейчас хотели бы пригласить в дискуссии Марка Ланди, он председатель экспертного совета департамента Приморской Альпы. В общем, для российских участников департамент – это значит определенная территория. У нас в России слово «департамент» имеет немного другой смысл. Поэтому как раз хотели бы задать Марку несколько вопросов, как ваш регион, который является одним из пионеров внедрения технологий искусственного интеллекта, на региональном уровне ускоряет внедрение этих технологий в ключевых сферах, в том числе в госуправлении. И второй вопрос – как вы конкурируете, как вы поддерживаете местные компании, поставщиков, решений в области искусственного интеллекта, создавая для них благоприятные условия? Марк на связи. Марк на связи. Марк на связи. которые были более и более довольны для изучения интеллектуальность. То, что мы сделали, мы сделали, Jean-Pierre Mascarelli, он уже citал, что мы называем «месон интеллектуальность. Что это? Это у нас есть физический, в основном Технополе-София-Антеполис, но в том, что срадирует все эти департаменты и в том, что в Франции, в России, в Морокке, как в виде того, чтобы сделать три вещи. Первое, создать конференции, создать колокс, для того, чтобы сделать большинство, которые проблемы с проблемами. Немного, многие люди, которые в Морокке, имеют в виду, что в Морокке, нужно понять, что в Морокке, что в Морокке, мы говорим, нужно понять, нужно понять, нужно, чтобы у них есть какие-то элементы. Добавил субтитры DimaTorzok 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 в том, что у нас есть технология между Россией и Францией. Есть еще что-то в том, что называется «мазон русский». И я надеюсь, что у вас, с вами все, мы сможем поговорить об этом. Потому что это хорошо, когда мы посетимы София-Антеполис, мы тоже посетим это. Это что-то, в мемории, в том, что франко-русский амития франко-русская, почему бы не разобрать и ланить из-за того, что франко-русский амития франко-русская, на бейле Вилфранж, где есть у нас есть институт океанографии, которые могут быть ланить, мы используем, с точкой точки зрения, те технологии для экологии, особенно для избежания всех дешевых марингов, которые мы имеем в городе. Я очень благодарю вас. Марко, большое спасибо за очень интересный опыт вашего региона. Вы как раз помогли сделать мостик к следующему выступлению. Конечно же, когда идет дискуссия про искусственный интеллект, много обсуждаются вопросы этики, регулирования и так далее. Но одна из очень важных тем, которую вы затронули, которую как раз затронул Артем из МГИМО, это тема так называемого технологического суверенитета. То есть мы видим, что сама экосистема компаний в области искусственного интеллекта активно развивается, она пока еще не сложилась, и все наблюдают, как пока такие крупные международные цифровые гиганты хотят и, в общем, заминают такую доминирующую позицию в этом новом секторе. И, конечно же, вопрос, как национальным технологическим игрокам, средним компаниям занять достойное место, скажем, под этим ярким перспективным солнцем, это очень такой открытый важный вопрос для Франции, для России, для других европейских стран и для Европейского Союза. В целом, вы знаете, что в последнее время на уровне Европейского Союза все более громко обсуждается концепция так называемой стратегической автономии, когда, в общем, необходимо обеспечивать не то чтобы самодостаточность, но защищать свои позиции вот в этих новых технологических направлениях. У нас сегодня в программе как раз две такие амбициозные компании, которые, я бы сказал, технологические пионеры, которые конкурируют и бросают вызов крупным игрокам. И как раз сегодня один из таких представителей, Александр Запольский, основатель и президент компании Линогора. Поэтому к Александру два вопроса. Первый вопрос. В текущей ситуации есть ли место под солнцем вот в этой инновационной экосистеме для таких средних, растущих технологических компаний? Как можно конкурировать с глобальными игроками? И как можно использовать международное сотрудничество для того, чтобы усиливать свои позиции, может быть, сначала на национальных рынках, а потом, собственно говоря, бросать вызов на международном рынке? Поэтому, Александр, очень важный вопрос. Рассчитываем на ваши откровенные, интересные ответы. Добрый день друг к другу, друзья. Я Александр Запольский. Я президент компании Линогора. Я президент компании Линогора. Ираэль Макаров, я хотел бы нам пригласить за уважением ко мне, а также со своим коллегам, и представителям лимбассады России в России. Возвольте, Алексей, это что спросом, В это время для этих entreprises, в том, что в этой компании, в этой компании, в том, что в этой компании, не американская и не чиновая, и в том, что в этом компании, я также в том, что в ПМЭ. и более, 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 структуры, из-за этого пяти зажигания. И так же, нам, мы можем из-за машин, цель из-за того, это построение надesz rope для того, чтобы сделать мир и worldviewrapлением университета плюсов для людей, the society и на планете. И мы, то, мы Listen, у меня взрослые ферпу и развитые Мы, у нас сантиметрии производят надежными и моя компания, и по этой running певноты – это искусы. Поэтому мы еще получаем доход者, певноты, поддок , ингенеры исследователей, которые работают в том, в этом поле в том, в линк binnen учебном или инжене. В этом случае мы разработаем улучшение линто, которая является для специального логика для vocализатора кireта. Вы знаете, естественно, большие solutions для геантов интернет, типа Google Assistant или Alexa дамазон, мы можем сделать так и хорошо, даже лучше, что геантов интернет, благодаря работе коллаборативно, которые социают лучшие экологи и лучшие университеты французы в этом доме. Мы можем быть партнеры для многих датков из-за лекции Polytechnique, но также для ИРИТ в Тулуше, для того чтобы дать университет и университет. И мы видим, в работе академии, что наши алгоритмы оскорбовались более performы чем те алгоритмы оскорбовались геантов интернет. А в этом году геантов русских, как МТС, МТС, которая является одной из самых крупных социальных общественных Умно, из-за технической точки зрения, нет никакой fatalстики в этом случае. Я думаю глубоко в том, что есть третья часть, в том числе, мы говорим все время из чемпионs американских и чемпионs чиновников, что мы называем, как американский, как Афам, и, как чиновник, как БАТХ. Моя верность, что есть что-то, что есть есть университет с геаном и с геаном Они находятся на технологии, они находятся на технологии, они находятся на то, что я думаю, что open source и логическое лицо, они находятся на компетитивность и на différenciation. Продолжение следует. contact avec le président de l'université de Brest, avec nos collègues Marco Landi de Sofia Antipolis pour voir en fait ce qu'il est possible de faire de ce point de vue-là. Et puis, cette troisième voie numérique, elle se fonde aussi sur une coopération internationale. Je crois profondément que cette troisième voie numérique, elle est profondément européenne, elle correspond aux valeurs que défend l'Europe en matière de respect de la vie privée, en matière d'éthique appliquée dans le domaine numérique. Mais d'autres grands pays partagent les objectifs européens. C'est le cas de la Russie. En Europe, on est toujours fiers de parler de notre RGPD, notre référentiel général de protection de la vie privée. Il faut savoir qu'en Russie, depuis encore plus longtemps, il existe une loi protégeant le respect de la vie privée. Je crois que c'est la loi 103 ou 113. Et donc, il y a tout à fait les possibilités d'une coopération renforcée. La France est le deuxième partenaire en matière de recherche de la Russie. Alors, beaucoup dans les domaines traditionnels, de physique, dans le domaine nucléaire, dans le domaine… Mais je crois que dans le numérique, on peut aussi développer cette coopération. Donc, cette troisième voie numérique, c'est une voie européenne, mais pas seulement européenne. C'est une voie aussi faite de coopération internationale. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'effectivement, c'est ce que vous disiez Alexei, c'est qu'il est essentiel de développer la souveraineté numérique. Il faut que la France, l'Europe, mais aussi la Russie puissent développer ses propres technologies et ne pas être dépendants de technologies qui proviennent des États-Unis principalement ou de Chine. Et cet enjeu de souveraineté numérique, c'est un sujet majeur pour les 20, 50, pour le siècle à venir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une vision de moyens long termes sur ces sujets d'intelligence artificielle qui vont transformer l'ensemble de notre quotidien. D'autres intervenants pourront partager à quel point l'IA impacte aujourd'hui leur propre domaine de compétence. J'aurai la chance d'animer cet après-midi la table ronde sur industrie du futur et on aura beaucoup d'industriels qui viendront parler de ça. Alors pour terminer, je voudrais juste partager quelques axes opérationnels et concrets de coopération qui pourraient faire vivre en fait cette coopération franco-russe dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous sommes à l'origine d'une association qui s'appelle l'Association pour la transformation numérique et la coopération internationale. En anglais, ça se dit ADIC, Association for Digitalization and International Cooperation. Et on a proposé au MEDEF, côté français, au RSPP, qui est l'homologue du MEDEF, côté russe, de monter une initiative qui s'appelle FRAD, French Russian Alliance for Digitalization. Sur le principe, ça a été accepté et côté français et côté russe. Et nous allons faire vivre cette coopération franco-russe dans le domaine du numérique. Donc j'invite l'ensemble de ceux qui souhaitent développer cette coopération franco-russe dans le domaine du numérique à se rapprocher de nous. Parce que le premier élément essentiel, c'est de rassembler les acteurs, de rassembler les entreprises, de faire en sorte qu'elles se connaissent. Parce que quand vous mettez deux entrepreneurs ensemble, ils vont développer des voies d'activité ensemble. Il faut ensuite que les États se décident à réactiver, ça c'est un message que je passe aux autorités russes, comme je le passe régulièrement aux autorités françaises, la coopération internationale dans le domaine de la recherche et développement. Il existait des anciens programmes, il faut les réactiver. Et entre la Banque publique d'investissement côté français et RDIF, Russian Direct Investment Fund, côté russe, on doit recréer les conditions de financement de grands programmes collaboratifs de R&D qui associent le public, le privé, la France et la Russie. Et on a des propositions à faire de ce côté-là. Et puis le troisième élément, Marco Landy l'a très bien dit, c'est le sujet de la compétence. Et c'est ce que disait aussi Arkadine Borkovic. Il y a la nécessité de créer des parcours universitaires communs. Et il faut développer cette coopération dans le domaine universitaire. Sachez à ce titre que le président de IMTBS, Institut Mine Telecom Business School, m'a mandaté pour trouver un ou des partenaires russes universitaires pour monter des programmes communs entre IMTBS et des universités russes. Donc, je suis tout à fait à votre disposition via Russian Trade pour mettre en place ces coopérations. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et je souhaite que ce forum soit le premier d'une longue série et qu'on puisse, notamment dans le cadre de la coopération officielle franco-russe, avoir l'opportunité de reproduire régulièrement ces échanges qui sont, à mon avis, tout à fait essentiels. Merci. Alexandre, merci beaucoup. Merci. 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 , Alexandre. Merci. 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 Мы находимся в стадии построения эффективной системы нормативного регулирования, а также технического регулирования, правового регулирования и даже вопроса этики затрагиваем. В нашей стране буквально несколько месяцев назад, в прошлом году, была утверждена, наверное, первая в мире концепция регулирования технологии искусственного интеллекта на период 2024 года. Это большой такой объемный документ, в котором обозначаются ключевые правовые проблемы, направление их решения. Такой документ-маяк. Аналогами этого документа являются, на мой взгляд, Белая книга Европейского Союза о регулировании искусственного интеллекта. И американский документ, он был принят в декабре прошлого года, это указ президента США о внедрении доверенных систем искусственного интеллекта в государственное управление. Там тоже, по сути, заложены ориентиры для регулятора. Почему это важно? Потому что действительно без эффективного регулирования у вас не будут развиваться технологии в отдельных сферах. Самый показательный пример, на мой взгляд, это технологии беспилотных. Это автомобили, автомобильный транспорт. Все страны мира с появлением беспилотников столкнулись с одной и той же проблемой. В ПТД, в правилах дорожного движения, не предусмотрено участие машин, где нет водителя. И то, как решают это страны, хорошо показывает влияние государственной политики и регулирования на развитие этих технологий. В частности, мы в России уже не первый год пытаемся решить проблему изменения регулирования так, чтобы в нашей стране было разрешено тестирование максимального количества машин. До изменения этого регулирования все разработчики, с кем я разговариваю, жалуются на него и говорят, что вынуждены увозить свои разработки так или иначе за рубеж. Там, где регулирование более комфортно. Поскольку мне известно, схожая проблема есть во Франции. Это один из частных примеров, но проблемы регулирования возникают практически в каждой сфере экономики. Потому что системы искусственного интеллекта изначально не были предусмотрены в законодательстве почти нигде, ни в одной сфере, ни одной области. Безусловно, эта проблема касается и международного уровня. Сейчас целый ряд международных органов формируют международную повестку по регулированию технологий искусственного интеллекта. Начали это делать, на мой взгляд, ООЭСР, Организация по экономическому сотрудничеству и развитию, которая приняла принципы этики искусственного интеллекта. Потом они вошли в совместные заявления даже лидеров стран G20. Безусловно, сейчас лидерами, на мой взгляд, являются ЮНЕСКО и Совет Европы. ЮНЕСКО прорабатывает проект рекомендаций по этике искусственного интеллекта. Они, кстати говоря, размещены на сайте ЮНЕСКО. Вы можете их посмотреть на нескольких национальных языках, они есть. А Совет Европы, он уже давно и последовательно ведет работу по выстраиванию гармоничного международного европейского регулирования в сфере искусственного интеллекта. Ключевая площадка внутри Совета Европы — это так называемый КАХАИ, Committee at Hoc for Artificial Intelligence. Это специальный комитет по искусственному интеллекту, цель которого — де-факто разработать первый мировой, в данном случае европейский первый в мире, но европейский документ. Вероятнее всего, это будет конвенция об искусственном интеллекту, в котором обозначить обязательные для всех стран ориентиры в сфере регулирования технологий искусственного интеллекта. Вот, собственно, я действительно работаю в Совете Европы. Вот прямо сейчас у нас проходит очередное заседание КАХАИ, что называется, в параллельном окне. И могу вам сказать, что сейчас для всех тех, кто интересуется этой темой, и для юристов, и, безусловно, для представителей любой другой специальности, то есть для тех, кто разрабатывает технологии искусственного интеллекта, для тех, кто их изучает с позиции, может быть, экономики, социологии, философии, идеальное время для того, чтобы внести свой вклад. Потому что каждый международный орган публикует информацию о своей деятельности, приглашает к участию, к сотрудничеству. Очень важное экспертное мнение, и вот форум, который сегодня получилось организовать коллегам, мне кажется, вносит важный вклад в общее развитие нашего понимания, как должны развиваться технологии искусственного интеллекта, и не только с точки зрения регулирования, конечно, а в целом, какое их место будет в этом мире. И последнее, о чем я хотел остановиться, мне кажется очень важным, что у России и Франции традиционно очень много общих черт в правовой системе. И вот сколько я изучал методом сравнительного анализа нашей правовой системы в применительных новым технологиям, обнаруживается очень много сходств. Это и сфера персональных данных, это и общее регулирование ответственности, интеллектуальная собственность. Практически в каждой сфере у нас есть очень много общих черт, и я хотел бы в продолжение нашего форума пригласить к сотрудничеству уважаемых коллег с тем, чтобы вместе обсуждать, какие у нас есть лучшие практики в сфере регулирования. В России уже достаточно много наработок есть в сфере экспериментального регулирования, в сфере различных видов транспорта, в сфере здравоохранения. Мы будем рады поделиться с коллегами, и, конечно, нам очень интересно узнать о том, какие актуальные вопросы с точки зрения регулирования стоят на повестке у коллег из Франции. Большое спасибо, приглашаю к сотрудничеству. Андрей, большое спасибо. Да, часто традиционно, в общем, исторические страны пытались изобрести свои национальные модели системы регулирования в области современных технологий. Как раз, мне кажется, вот эта новая волна, связанная с искусственным интеллектом, уже мы видим совершенно другой подход. И Россия, и другие страны пытаются ориентироваться, скажем, на лучшую международную практику и создать такое регулирование, которое понятно и которое может быть использовано сразу в разных странах. Поэтому приятно слышать, что в том числе в рамках российской стратегии с самого начала поставлена вот такая задача синхронизации с регулированием, с подходами, с трендами, которые есть на уровне отдельных европейских стран, на уровне Европейского Союза в целом. Коллеги, сегодня мы начали, достаточно много говорили, что именно в плане искусственного интеллекта, в плане международного сотрудничества большое значение имеет сотрудничество в сфере научных исследований, сотрудничество между университетами, сотрудничество, связанное с подготовкой кадров. И, в общем, это такая инвестиция долгосрочная, которая, как мы уже говорили, впоследствии приводит к очень позитивным результатам. У нас сегодня как раз очень интересный участник Владимир Нелюб. Он директор Центра компетенции, Центра экспертизы на базе МГТУ имени Баумана, который как раз занимается вопросами цифрового материаловедения и, в общем, изучением новых материалов и веществ, в том числе использованием искусственного интеллекта. Как раз такая сфера, где объединяются физические и цифровые технологии, поэтому, Владимир, если вы на связи, к вам несколько вопросов, как искусственный интеллект меняет вашу традиционную такую физическую сферу научных исследований, и наш традиционный вопрос, где вы видите перспективы для развития сотрудничества между Россией и Францией, в общем, создания таких центров, конкурентоспособных не только в национальном, но и в международном масштабе. Владимир, вы на связи? Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за интересную дискуссию. Мы для себя уже много полезных контактов подчеркнули. Я буду краток, потому что мы понимаем, что мы, как ведущий технический вуз, должны все четко структурировать и отвечать на поставленные вопросы быстро и емко. Значит, действительно, сегодня новые материалы, они начинают разрабатываться уже не в пробирках, а разрабатываться с помощью цифровых технологий, с помощью суперкомпьютеров. И, конечно, это все приводит к обработке больших данных. А обрабатывать большие данные сегодня невозможно без использования искусственного интеллекта. Поэтому сегодня искусственный интеллект – это та наша сквозная технология, которая пронизывает все наши разработки. И нам важно понимать и учитывать поведение сегодня материалов, и конструкции на их основе, на протяжении всего полного жизненного цикла их работы. При этом очень важно научиться оптимизировать и стоимость разработки и владения такими конструкциями. Потому что стоимость, она сегодня важна именно на полном жизненном цикле. Здесь тоже невозможно обходиться, естественно, без применения искусственного интеллекта. И на самом деле мы это делаем уже давно. Мы в Балманске уже более 30 лет разрабатываем подобные комплексы. И Алексей учился в МГТУ Небауме и, наверное, тоже представляет, чем занимаются наши специализированные факультеты, ведущие в техническом вузе России. И, значит, наиболее явно это как раз проявляется в работе с композиционными материалами. Наш центр как раз специализируется на подобных композитах. И, например, вот есть совместный такой российско-французский проект, двигатель Стамску-46, который делает компания Снекма совместно с Сатурном. И он используется для российского, там, самолета ССЖ-100, это тоже такой крупный международный проект. И вот здесь как раз работают композиты и должен применяться тот самый программный комплекс и тот самый, значит, наш искусственный интеллект. И вот тут наше предложение отсюда, я вот сразу отвечаю на ваши вопросы, к делу перехожу. Мы хотим совместно создать и наполнить базу данных по материалам совместно с французской стороной. Мы хотим, чтобы определили нам контрагента, чтобы эта база была по материалам и веществам. Естественно, что наполнение этой базы будет с помощью вестись искусственного интеллекта. И сделать мы хотим цифровой полигон тоже совместный, наверное, вот на базе Dassault Systems, нам очень, значит, компания французская, это очень нравится. Ну и российских тоже решений в области инженерного программного обеспечения сделать такой совместный цифровой полигон. Конечно же, с модулем на основе искусственного интеллекта. Для того, чтобы этот цифровой полигон мог проводить виртуальные испытания этих материалов и конструкционных основе. И самое главное, выдавать очень быстрые результаты и делать быструю сертификацию этих материалов. Это позволит в итоге, основываясь на двух этих первых предложениях, создать совместную такую торговую инжиниринговую платформу. То есть на базе цифрового полигона, на базе этой базы данных по материалам и веществам. Первое, для того, чтобы мы могли оптимально выбирать соответствующие материалы на основе этой инжиниринговой услуги. И второе, мы могли быстро покупать эти материалы, как российские, так и французские, соответственно, европейские материалы. Ну и конструкции на их основе. Всегда открывают дополнительные рынки для этой платформы. И вот конкретно, если говорить, то мы предлагаем рассмотреть возможность выйти на такое межправительственное соглашение между Францией и Российской Федерацией по вопросу применения искусственного интеллекта в цифровом материаловедении и в промышленности. И для этого нам очень важно было провести консультации сначала с Досос Системс. Мы просим от вас поддержки выйти на эту кампанию, потому что российская представитель сегодня такие вопросы не решает. С возможностью еще объединения наших математических школ, которые есть в МВТУ и МНИБАМ и других технических вузов в России, которые мы тоже как ассоциации технических вузов курируем. И, возможно, сотрудничать по математическим моделям Секоль Политехник, которые следуют французским университетом. Вот у нас такие конкретные предложения, мы хотели их обсудить и найти по ним конкретный контрагент, начать взаимодействовать, чтобы продвинуться в эти вопросы. Спасибо. Владимир, спасибо. Да, как часто говорят, новое, хорошо забытое, старое. Опять же, с учетом моего опыта, может быть, МГТУ имени Баумана был одним из пионеров 20 лет назад. Формирование такого стратегического сотрудничества в области современных технологий с Францией. Поэтому в этом смысле, наверное, пришло самое время, чтобы это перезагрузить, вывести на новый уровень. И, в общем, здесь однозначно в промышленности огромные перспективы. И, насколько я понимаю, как раз следующая сессия будет посвящена в том числе промышленности будущего и как искусственный интеллект расформирует промышленность. Коллеги, мы двигаемся дальше. Мы сегодня с вами обсудили, что вот есть несколько важных тем, которые очень важны для искусственного интеллекта. Это регулирование, этика, вопроса такого технологического суверенитета и конкуренции с цифровыми гигантами. Но есть еще одна, ничуть не менее критично важная тема для искусственного интеллекта. В последнее время все чаще используют такую фразу, что данные – это кислород для искусственного интеллекта. И если посмотреть последние публикации на уровне Европейского Союза в разных странах, какие ключевые факторы будут определять успех страны в области искусственного интеллекта в будущем, это в первую очередь возможность использования и работы с различного рода данными, государственными и негосударственными, и разработкой на базе этих данных современных решений на базе технологий искусственного интеллекта. Поэтому тема, связанная с данными, становится такой приоритетной темой для многих стран и тоже является своего рода таким вот этим важным аспектом технологического суверенитета или очень суверенитета связанного с данными. И как раз я хотел бы пригласить к дискуссии Владислава Онищенко, президента Центра стратегических разработок. Это такой ведущий, скажем, think tank, как принято говорить, аналитический центр. Владислав сам лично был вовлечен достаточно продолжительное время в обсуждение этой темы. Владислав, вопрос к вам, непростой вопрос. Как раскрыть потенциал данных для искусственного интеллекта? Как обеспечить доступность данных для разработки и внедрения решений на базе искусственного интеллекта? И какие вы видите перспективы для международного сотрудничества и, может быть, для сотрудничества с Францией именно по этой теме, связанной с данными и искусственным интеллектом? Владислав, вы на связи? Да, я меня слышно. Отлично, отлично. Да, Владислав, видно и слышно. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за возможность выступить. Я хотел бы согласиться с самым сроком вопроса. Действительно, когда мы говорим про искусственные интеллекты как совокупность технологий и, скажем так, возможности их применения, мы более-неволее должны говорить о том, чем мы будем питать эти технологии для того, чтобы она была полезна. Мы будем говорить о данных. При этом первое, о чем мы должны договориться, это о стандартах. Потому что, если мы начнем ими обмениваться, делать их доступными, говорим ли мы о очень больших массивах, не о очень больших массивах, а о постоянно обновляемых, накопленных, выгруженных, каких угодно, важно, чтобы мы могли принимать друг друга. Потому что, если получить огромное полотно данных, которые никто ничего не понимает, и непонятно, что это такое, непонятно, каким образом это описано, какой из сущностей там, по крайней мере, выражены, эта ценность падает на много-много порядка. И возможности практического использования, например, в целях обучения или поиска закономерности, и тем более практическое использование в онлайн-бережиме, они резко снижаются. Поэтому, во-первых, первое, просто на данных. Наверное, именно в этом аспекте самое важное, ровно, что вопрос международного сотрудничества. Потому что, если каждая страна, в частности, Россия и Франция, будет придумывать что-то собственное, во-первых, мы будем все изобретать велосипед, вместо того, чтобы пользоваться наработками друг друга. Во-вторых, честно говоря, часто раз что-то придумал, тогда это достаточно сложно. Поэтому распринятые национальные стандарты, или европейские, российские, или не были любые, они не... Ну, как бы, в общем-то, должны быть по пути идти к соседям. Поэтому из-за того, что я сейчас наблюдаю, действительно, обе стороны, в результативную работу по описанию доступных массивов и описывания, собственно, описания стандартов, я бы не стал в данном случае апеллировать к государствам как к точникам знаний и возможностям, как к описанию правил, как к большей степени я полагался бы, что успех нас ждет, если объединить исследовательские сообщества, в большей степени. Потому что, в конце концов, государство и возможности официального признания того, как иного стандарта, а не определяет, что он оптимален, не всегда успевает за технологическим прогрессом, не описывает новых возможностей и прочее, прочее, прочее. Скорее, саморегулируемое сообщество исследователей, которые могли бы быть заинтересованы в том, чтобы разговаривать на одном языке, были бы, мне кажется, правильным источником возникновения стандартов, которые государство могло бы просто принять. Очевидно, что, могу присоединиться к предыдущему выступающему, очевидно, что, скажем, источником такого рода описания может быть либо коммерческая сфера, в случае, если мы говорим, например, о промышленности и любых других индустриях, в котором важны, имеются определенные стандарты, например, надо. Или это может быть научно-студенческо-университетская сфера, которая в не меньшей степени заинтересована в проведении сферы. Это, опять же, описание стандарта. Очень большим подспорьем для начала, естественно, является открытые данные, не то, что является бесплатным наличием доступа. В России еще предстоит большой путь пойти и получить ваших французских коллег в честь наличия доступных открытых данных. Но в целом это явно такая шаг вперед. Шагом, отчасти к этому, полшага, который делает Российская Федерация, это серьезно взмышляет на то, что, например, большие данные, включить в перечень официальных и разрешенных к использованию, ну, признать из своего рода статистикой и объединить традиционную сферу использования государственных данных, легитимизировать использование источников и больших данных в тех сферах, в которых никакой ранней государственной данной не существует. Мне кажется, что это важный в ход, во многом соответствующий международные практики. Успех международного сотрудничества не только в том, чтобы мы могли разговаривать с другими группами, он держится еще и на том факте, что многие данные возникают только в результате процесса, которые не знают границ или их не замечают. За какие может быть отнесены? Ну, во-первых, да, что подстегнуло развитие искусственного интеллекта за последние годы? Вопрос медицины и пандемика. Очевидно, что обмен данными и описание того, какие данные являются предметными, то есть стандартными, описание данных является крайне важным. Второй вопрос, не меньше значения, которому придается у нас, в стране, верим, что во франции, также и вообще международный структурный вопрос климата и регулированный тематический проект. Хороших полных сетов данных на этот счет множество, но они явно требуют дополнения, потому что хороших прогностических моделей, которые бы всех устраивали, нет, и искусственный интеллект был бы крайне полезен в данном вопросе. В целом, если мы говорим про медицину, как своего рода данные, касающиеся человеческого капитала, есть другого, и климат, как то, что описывает использование природных ресурсов, то, что в целом, говоря о технологическом будущем использовании данных, в целом, можно видеть не только новые правила и новые рынки, мне описывать, новые явления, но и находить возможность оптимизации уже существующих процессов, то есть, по сути, говорить о бережливом использовании тех ресурсов человеческих или природных, или климатических, которые у нас есть в наличии. И мне кажется, что любые сеты обучающих данных, которые могли бы быть доступны об использовании ресурсов, в том числе о климате, в том числе о природных ресурсах, в том числе описывающих межстрановые сравнения, позволяющие делать, будут крайне важны для того, чтобы мы перешли более бережливому отецкому будущему как на европейскому, в континенте так и в целом виду. Еще один аспект данных, который точно мы не сможем развивать, и где был бы искусственный техник крайне прямо, как бы это сказать, непосредственно использован на практике, это транспорт. Там, где он активно применяется уже, и где у него явно есть возможности к сотрудничеству. Во многом мы все одинаково ездим на поездах, летаем на самолетах. В той части, в которой это не касается коммерческой тайны, но может привести к общественному благу, меняться, отмениваться данными по использованию средств транспорта и оптимизацию логистических цепочек, и ускорение, собственно говоря, снижение сдержек, связанных с использованием транспорта и логистики, было бы крайне важным для наших стран, потому что мы, в общем, находимся в единой транспортно-могистической цепи. Для этого, возвращаясь к теме, опять же, было бы важно договориться о использовании единых стандарт. Что бы я предложил в качестве, возможно, одной из тем? Это, да, трансграничность, о которой Алексей говорил, субъектность и государственные интересы, это здорово, но все-таки в той части, в которой данные являются похожими или явления, с которыми он сталкивается похожими для разных стран, наций, народов, людей, важно, а, договориться о стандартах, что, мне кажется, надо делать через научный бизнес, интересы, больше технических государств. Да, потом стандартизировать. Второе, поверить целый ряд тем, к которым я бы отнес медицину, климат, под общие рынки, такие как транспорт, например, по которым нам принципиально важно научиться эти стандарты в первую очередь делать один из самых, потому что они так у нас общие проблематики, и надо деваться методами. Договориться о том, что мы такого рода стандарты междунационального уровня могли бы в какой-то срок, например, на слабостью конец этого года, сопоставить и попытаться найти, в чем они пересекаются, и где требуется, может быть, что-то позаимствовать у соседа, и где надо дорабатывать. И, собственно говоря, что предполагается делать на российской стороне, я уверен, что на французской точно так же, и можно было бы здесь обидеть интересы, это составить набор, ну, общий, ну, как набор, это как узкое слово, на самом деле, огромное возит море дата-сетов, которые могли бы использоваться в этих сферах для являющихся публичных обезличных данных, даже если они забрали, которые могли бы быть использованы к обмену, и договориться о том, что они находятся в неком едином хранилище, и мы, по крайней мере, все понимаем, таким образом эти данные могут быть обменены. Если бы это можно было делать в ближайшее время с использованием этого форма, такого, как инструментария, то это было бы полезно тогда мы к следующему стадии наших встреч и разговоров могли бы уже подтвердить, что по целому ряду проблем мы добились амортизации, объединения сетов данных и приблизимости к решению проблем, которые стоят в целом перед странами с одних сторон. Я бы шел таким путем. Спасибо, Алексей. Владислав, большое спасибо за конкретные предложения и вот такой стратегический взгляд на то, где есть возможности для сотрудничества. Как раз продолжая тему данных хотелось бы обсудить еще один аспект. Мы знаем из разных историй, книг и так далее, что установление стандартов традиционно важный инструмент для сохранения лидерства в новых технологиях и, конечно, искусственный интеллект здесь не исключения. Поэтому хотели бы немножечко поговорить именно, как сейчас обстоят дела с формированием нового поколения стандартов в области искусственного интеллекта. У нас сегодня такой интересный участник Арной Юлианин. Он, с одной стороны, как раз представитель, как я говорил, вот такой компании, технологического чемпиона, который бросает вызов глобальным цифровым лидером, но, с другой стороны, он также является советником и участником рабочих групп в рамках международной организации по стандартизации ИСО, которая как раз задумывается, думает, размышляет над формированием новых стандартов. Арно, поэтому в этой связи к вам несколько вопросов. Что происходит? Какие есть перспективы формирования стандартов в сфере искусственного интеллекта? Может быть, здесь что-то новое по сравнению с регулированием других технологий? И, опять же, второй вопрос, такой традиционный для нас. Насколько другие страны, ну, Россия, не являясь участниками Европейского Союза и так далее, может принимать участие в этой работе, использовать эти стандарты и так далее? Как раз коллеги, которые сегодня участвовали, активно участвуют в работе других институтов, в частности, в Совете Европы? Расскажите нам, пожалуйста, что происходит в сфере стандартов, что нам ожидать, и какие есть перспективы здесь от сотрудничества? Расскажите нам, по-русски, 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 чтобы сохранить лидерсип, или попробовать. Мы говорим много в этой конференции, которые сегодня пытаются установить стандартный фейт, то есть, чтобы иметь, по-другому, в их системе, и стандартные и практики, и которые они успеют генералить и стандартно. де-facto. Mais effectivement, il y a une réponse qui est en train de se préparer, réponse auxquelles les GAFA participent aussi, et donc il y a un échange. Cette réponse se place à différents milieux, aussi bien dans le milieu de l'ISO et l'IEC, qui sont deux organismes de standard très connus, mais aussi à l'I3E, qui est un autre organisme, une société savante qui fait aussi des standards. Mais il y a aussi une réponse européenne au sein du SENELEC, qui est en train de se constituer. Évidemment, toutes ces initiatives essayent de se coordonner et d'apporter à la fois aux législateurs, on en a parlé au tout début, à l'industrie et à la société civile, des éléments qui concernent d'une part un langage commun, comment aujourd'hui on définit de l'IA et qu'est-ce qu'on fait avec de l'IA et qu'est-ce qu'on devrait vérifier, qu'est-ce qu'on devrait faire avec de l'IA. Donc, il y a une série de standards, notamment à l'ISO, qui sont en train de se structurer là-dessus. Il y a des standards sur les données. Le collègue précédent en a parlé très justement. Les données sont un vecteur important pour la diffusion de l'IA et l'adoption de l'IA et donc, il y a des standards sur les notions de big data à regarder et à surveiller de près pour éviter à la fin d'avoir finalement une pile technologique, c'est-à-dire un ensemble de systèmes qui interopèrent entre eux pour faire de l'IA qui serait dépendante uniquement que d'un seul pays ou d'un seul groupe. Et donc, les standards doivent veiller à permettre un marché libre sur l'intelligence artificielle, à promouvoir des initiatives qui puissent devenir souveraines pour que chaque région, chaque pays puisse aussi avoir une certaine autonomie stratégique, ce qui est très important pour un sujet aussi critique que l'IA. Et dans cette dynamique-là, l'Union européenne a une carte à jouer qui est tout à fait importante puisque les sujets sur l'éthique et notamment aussi sur la confiance de l'IA sont des sujets qui sont historiquement très proches, on va dire, du cœur européen, des sujets qui ne sont pas forcément beaucoup débattus à l'étranger, notamment chez les grandes puissances de l'intelligence artificielle que sont la Chine et les États-Unis. Et donc, il y a une possibilité pour l'Europe de construire avec ses partenaires, avec ses pays amis, une position qui permettrait de faire une différenciation sur l'IA autour des notions d'éthique et de confiance. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui que le SENS-ELEC essaye de pousser au sein de ses groupes de travail autour de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un sujet qui, comme vous le comprenez, est éminemment stratégique. Beaucoup de pays interagissent dans cette réflexion. Cette réflexion n'est pas fermée que... Elle n'est pas fermée, elle n'est pas réservée que aux acteurs membres de l'Union européenne et elle peut tout à fait aussi s'enrichir en ayant des pays amis comme la Russie qui puissent interagir autour de ces sujets-là. Au niveau international, pas que seulement européen, il y a déjà d'ailleurs beaucoup de pays qui s'investissent dans les comités de standardisation, notamment la Russie à travers, si je me souviens bien, de l'organisme de standardisation GOST qui intervient à l'ISO. Il y a beaucoup de coopérations internationales qui se jouent là-bas, mais il y a encore beaucoup à faire. Je pense que c'est une position qui est partagée par beaucoup de personnes aussi des pays européens présents à l'ISO, qu'il y a un pôle qu'il faut construire un petit peu en réponse au duopole américain et chinois sur le sujet. Pour construire ce nouveau pôle de rayonnement de l'IA avec une position cohérente et commune, il faut regrouper le plus grand nombre d'acteurs. Il faut que les industriels, la société civile et les parlementaires, les législateurs, les gouvernements prennent en compte ce sujet de la standardisation afin d'éviter une prise en main de fait par des entreprises qui ne défendent bien évidemment que leurs intérêts et non pas les intérêts de tous les autres parties prenantes qui sont extrêmement importantes dans l'usage de l'IA qu'aura la société. Voilà, à travers cette intervention, j'espère vous avoir convaincu de vous intéresser au sujet de l'intelligence artificielle. Nous sommes d'ailleurs, nous, éditeurs de standards à l'ISO. En tant que PME, c'est une chose qui est faisable et donc, j'invite évidemment toutes les parties prenantes, qu'elles soient universitaires, industriels de toute taille, à oser se rapprocher de ces organismes de standardisation, de ne pas en avoir peur et de faire entendre leur voix afin de construire une position et un environnement favorable notamment aux pays européens et à la Russie. Merci beaucoup. Arno, большое спасибо. Vous, comme et les autres spikers, vous, vous êtes très discipliné. Donc, несмотря à la difficulté de discussion, beaucoup de participants ont presque en plané et nous avons quelques minutes pour répondre aux questions, qui sont И, в общем, так получилось, что как раз большая часть вопросов связана с регулированием стандартизации, поэтому, может быть, Арно, вы сможете ответить на один из вопросов, который у нас есть в чате. Вопрос следующий, что если есть цифровое решение, которое разработано на базе искусственного интеллекта, и возникли определенные проблемы, там решение помогло принять не то решение и, в общем, привести к определенным проблемам и так далее. Кто в данном случае несет ответственность? Это искусственный интеллект сам по себе, как абстрактная технология, потребитель решения или разработчик решения на базе искусственного интеллекта? Вот такой интересный, практичный вопрос. Может быть, как раз в рамках вашей работы эта тема обсуждается, и вы сможете участникам ответить. На самом деле, это достаточно традиционный вопрос. Может быть, у нас есть ответственность, которая не может быть в рамках вашей работы, но я хочу напомнить, что линтеллект артифицией, в конце концов, это не только алгоритмы. Это не не просто алгоритмы, это не просто алгоритмы, это не только алгоритмы. И как любой системы, который может быть в рамках вашей работы, для вас осуждена, для вас проводить в рамках вашей работы, для вас давить в рамках в рамках, или для защиты, есть уже в этом месте в ряде европейской наше решение и наше responsabilность от ускорбления или от ускорбления в том, что будет происходить в системе. И в этом, в том, что, в том, что, что-то с системами ИА в том, что не осталось только для системы информации. и что они уже будут послезать на лейгерство actual. Все вопросы, которые в частности являются на responsabilизацию, в основном, я как-то знакомME, потому что мы думаем, что наши ИА могут быть Nitры, которые делают свои свои права, это значит, что мы хотим «Hерноуми», что делает свои свои правы, и что сегодня не будет случаться. Сегодня, в системе, в которых мы хотим поставить, что это транспорт или информационные системы, мы находим системы автоматизированных, а не автоматизированных систем, которые просто делают автоматически. И в этом, для меня, вопросы, в зависимости от обязательных условий и условий условий, и осуществляющих систем информации. Спасибо. Арно, коллеги, я думаю, что мы, в общем, постепенно будем завершать нашу сессию. Я в заключение хотел бы, может быть, суммировать некоторые моменты, обратить на некоторые аспекты внимания. Мне кажется, сессия получилась очень интересной. Это не только обмен мнениями, но и конкретно идеи, которые прозвучали. Они очень практичны, и, по сути дела, из них можно формировать идеи. Спасибо огромное. Я прошу прощения. У меня такое ощущение, что Мишель Ларив хочет что-то сказать. Отлично. Да, конечно. Я просто вижу, что он... У нас как раз есть время. Oui, merci. Juste pour préciser, две-три choses. J'ai entendu. J'ai eu le loisir d'intervenir en premier. Donc, j'ai pu entendre l'ensemble des interventions. Et je suis... Je remercie véritablement l'ensemble des intervenants pour la qualité de leurs interventions. Et tout ce que j'ai pu, à nouveau, apprendre. Et ça m'intéresse d'apprendre tous les jours. Alors, aussi, je peux donner aussi quelques informations. Ce que je pense, et j'ai pu entendre dire, c'est que les sociétés privées étaient en droit, quelque part, de diriger l'IA et de l'appliquer dans les sociétés. Je m'inscris absolument en faux contre ça. La science n'est pas une entité démocratique. Soit. Lorsqu'il y a un résultat scientifique, il est avéré, soit. Mais l'application de la science dans les sociétés humaines est un fait dans les sociétés démocratiques qui se discutent politiquement. Et les seuls, légitimes, à pouvoir faire rentrer les nouvelles technologies dans les sociétés, ce sont les gens qui ont été élus en démocratie. C'est comme ça. Donc, en l'occurrence, les députés et les autres élus. Ce que je veux dire, l'intelligence artificielle va amener un bouleversement sociétal. Les scientifiques ne doivent pas être les seuls consultés. La société entière va être bouleversée. Alors, il faudra consulter les philosophes. Alors, il faudra consulter les artistes. Alors, il faudra consulter les citoyens. Alors, il faudra dire aux gens voici ce que ceci va apporter ou vous prendre. Alors, il faudra respecter toutes les cultures du monde. Alors, il faudra respecter les croyances et les spiritualités. Alors, à un moment donné, se posera la question ontologique. Alors, à un moment donné, se posera la question d'être de culture. Doit-on leur donner des droits ? Doit-on légitimement les laisser se considérer en collectif ? Voyez, toutes ces questions ne peuvent être répondues par la science, mais par les gens qui gouvernent. de culture. Mishel, большое спасибо. Zamécatelne такое подытоживание нашей дискуссии. Я хотел бы буквально со своей стороны vous сказать несколько комментариев. На мой взгляд, дискуссия показала, что у России и у Франции есть много общего в плане искусственного интеллекта. это, в первую очередь, амбиции, приоритеты и успешный опыт прошлого сотрудничества. Мне кажется, на базе этих трех китов это сотрудничество может сформироваться и активно развиваться в будущем. И, насколько я понимаю, коллеги выделили несколько перспективных направлений, где можно задуматься об ускорении активации такого рода сотрудничества. первое, о чем говорили коллеги, это образование и научное исследование. Образование мы всегда считаем, что это инвестиции в такое будущее, могут быть результаты сразу не видны, но это очень важная платформа, очень важное направление, которое создает новый язык, совместное понимание и так далее. Поэтому это очень важное направление. Второе, насколько я понимаю, коллеги выделили, что очень важно развивать сотрудничество в приоритетных отраслях и развивать экосистему поставщиков решений. Пусть это пока будут компании, которые будут работать в рамках страны или между странами, но в будущем могут стать глобальными лидерами. Поэтому развитие экосистемы компаний и ускоренное внедрение технологий в приоритетных отраслях, в здравоохранение, в транспорте, в промышленности это очень важное направление. Здесь нужно открыть наши рынки друг к другу и получить выгоды от сотрудничества. Третья очень важная тема, о чем говорили, это данные кислорода для искусственного интеллекта. Важно понять, как Франция и Россия могут пойти дальше и что можно сделать с точки зрения данных. Это могут быть данные в области научных исследований по так называемым макро-темам, таким как экология и так далее. Это могут быть отрасли специфичные данные, это могут быть данные в сфере госуправления, поэтому данные явно важная тема. И последнее, это все, что связано с регулированием и стандартами. Коллеги отметили, что мы находимся на этапе формирования нового регулирования для этой сферы, поэтому как раз самое время объединить идеи и сделать так, чтобы это регулирование было в интересах граждан, в интересах наших стран и в интересах сотрудничества. Поэтому уважаемые участники, большое спасибо за очень интересную дискуссию, большое спасибо организаторам Михаилу Министерства экономического развития за проведение такого интересного форума. я уверен, что идеи, которые будут сформулированы, могут быть реализованы в ближайшее время. Большое спасибо, коллеги, мы завершаем и, соответственно, у вас будет возможность участвовать в других более специализированных сессиях и дискуссиях. Большое спасибо. Спасибо, коллеги, спасибо. Алексей, спасибо вам большое. Коллеги, я хочу спасибо.